Алина цинь, да шик тире миндарьерге тохта, алина и дэн вальд. Мать-одиночка, мать-одиночка посылает свою несовершенную, несовершенную в лес. Это не уроки немецкого языка. В Ирландинском доме Владимира прошла творческая встреча с актером штутгарского театра Алексом Борисом. Беседа началась с рассказа о себе. О том, как однажды родители решили поменять место жительства и уехали в Германию. Алексу Борису тогда было всего 18 лет. Уехал я из города Ленинграда как раз в тот день, когда его переименовали в Санкт-Петербург. А потом, три месяца спустя, уже не стало не то, что название этого города, но и самой страны. С тех пор меня из Германии не выпускают, потому что боятся, что страна развалится. Уже в Германии Алекс Борис решил поступить в театральный институт. С первой попытки не удалось. Но когда собрал всю силу воли в кулак и понял, что назад пути нет, двери театрального института перед ним распахнулись. Доказал, что русский может поступить в немецкий театральный. Мне была сказана очень важная фраза. На немецком она звучала так. Хэр Борис, я говорю вам, завернись на английском бюне. То есть господин Борис... Я подвещаю, вы никогда не будете стоять на немецкой сцене. Вот. И тогда я понял, что это было одно из важнейших предложений, одно из важнейших фраз в моей жизни. Я сказал, вот теперь, вот теперь точно буду. С тех пор Алекс Борис – профессиональный актер Штутгарского театра. Гастролирует не только по Германии, но и по Европе. Во Владимир приехал впервые. На международный фестиваль театров, чтобы сыграть главную роль в моноспектакле «Продукт». Впервые на русском языке. А вообще для Алекса Бориса теперь привычнее играть на немецком или на французском. Чтобы начать говорить, надо полюбить этот язык. Надо его просто полюбить. Даже, вот говорят, любить не заставишь, да? Получилось. Получилось. То есть надо заставить язык полюбить. И когда ты с любовью относишься к этому. И так я понял, что... То есть я за год выучил... У меня такое ощущение было, что я просто за год выучил больше, нежели за 9 лет со второго класса я учился на французский язык в школе. Он любит пошутить, охотно рассказывает про немецкие диалекты и особенности театральной игры на европейской сцене. А еще приглашает всех в гости в Германию. Борис Пучков и Александр Горшков в губернии 33.